Салмастер Макруметте от Андастар. Здравствуйте, уважаемые соотечники. Я сегодня провожу второй эфир. Первый был посвящен подсовнованному собственнику Нурсултана Назарбаева, кошельку, якому миллиардеру Булату Тимратову. И я рассказывал о предприятии Казахстан, который был уведен Нурсултаном Назарбаевым. Стоимость предприятия свыше 10 миллиардов долларов. Ежегодно это предприятие продает продукции более чем на 3 миллиарда долларов США. И только по официальным данным в балансе предприятия показывается прибыль порядка 800 миллионов долларов США. Как вы видите, это очередное украденное имущество, которое было оформлено на подставных собственников. В данном случае это швейцарская группа Глинкор и помощник Нурсултана Назарбаева, управляющий делами президента, который в последние годы позиционируется как якобы миллиардер. И на самом деле Нурсултан Назарбаев оформил на него разного имущества более чем на 10 миллиардов долларов США. Я еще точно не знаю, в реальности сегодня интернет выключался или нет. Я сделал обращение к председателю комитета национальной безопасности. Вот теперь он стал генерал-майором, а его заместитель генерал-лейтенант Самат Абиш. И я сделал обращение к Кариму Масимову с предложением, чтобы он не выключал интернет, потому что нынешняя и сегодняшняя информация, которую я распространял по поводу Булатова-Тимуратова, конечно же, с определенной проблемой создаст и негатив вокруг Булатова-Тимуратова. И таким образом у Карима Масимова есть использовать это обстоятельство и каким-то образом добиться, чтобы Булатова-Тимуратов потерял политическое влияние, потерял активы и таким образом нарастил свое влияние. Поэтому я прошу писать комментарии в моих постах, как сегодня было с интернетом в нашей стране. Вообще, конечно, вы все согласны со мной и пишете, что очень неадекватно ведет себя власть, когда глушит интернет именно в момент моих прямых эфиров, потому что я хорошо час, может быть, больше повыступаю в прямом эфире, а затем все равно же интернет-режим вынужден включить. И поэтому вся эта запись все равно распространяется. Но это в любом случае показывает неадекватность этого режима. И, как вы понимаете, если неадекватные люди управляют страной, то не жди хорошего. Вот, собственно, поэтому вы испытываете серьезные проблемы, потому что султан Азарбаев со своим окружением неадекватно управляет страной. Эта неадекватность приводит к тому, что он выводит имущество на десятки миллиардов долларов, прячет где-то за убежом, хотя в нынешнем современном мире их не так-то просто и спрятать, особенно таким людям, которые управляют страной. И примеры многих стран мира показывают, когда политическая верхушка теряет власть, их средства в конце концов подвергаются аресту, имущество конфисковывается, сами они попадают в тюрьму. И если совсем лет 10-15 назад это казалось очень медленный процесс, и у людей есть шанс, я имею ввиду, как у Назарбаева, поуправлять страной десятки лет, затем могут поуправлять десятки лет его ближайшие родственники, то сейчас с появлением интернета жизнь во всем мире изменилась, меняется все со стремительной скоростью. Вот, собственно, в Алжире Бутафлик президент Алжира сидел 20 лет у власти, и в один день ситуация ушла из-под ног, миллион людей вышли на улицы и потребовали, чтобы он ушел. И с его уходом произошла смена политического режима. Люди устали от коррупции, как известно, именно в авторитарных странах происходит постоянное повторение событий, именно коррупции, воровство, беспредел власти, отсутствие закона и все прочее. Собственно, все это есть и в нашей стране. 22 марта демократический выбор Казахстана объявил о проведении митинга по всей стране. 22 марта это не просто митинг, а митинг-шествие, начало в 11 часов. После того, как несколько недель назад мы объявили, что будем проводить митинг-шествие 22 марта, сразу появились разные действия со стороны власти и разных представителей власти, или тех, кто хочет помешать проведению митингов 22 марта. А именно, идут сообщения, что якобы Акиматы проводят теперь 21 марта этот праздник. появилось сообщение, что якобы в Алма-Ате будут проводиться шествия, чтобы перехватить инициативу демократического выбора Казахстана. Одним словом, будет очень много противодействий, чтобы демократический выбор Казахстана не мог организовать людей и вывести людей на митинг 22 марта в 11 часов дня. В этой связи я хотел бы изложить свою позицию. Мы не должны отвлекаться, не должны реагировать на тельные провокации, или призывы, или попытки власти изменить эту дату, изменить время, попытки власти каким-то образом перехватить нашу инициативу. Я предлагаю спокойно, не реагируя на все эти моменты, 22 марта в 11 часов выйти на митинге шествия по тем маршрутам, которые мы уже распространили. Распространили в виде плакатов, распространили видео в видео. Это все есть. Есть также в чате активист ДВК. Мы не отвлекаемся. 22 марта в 11 часов по всему Казахстану. Почему мы проводим сначала шествие, затем переходящий митинг? Дело в том, что полиция будет искать всякие поводы, обвиняя, что наши сторонники нарушают какие-то некие мифические правила, правила дорожного движения или все прочее, или что наши сторонники нарушают общественный порядок. Поэтому мы не дадим никакого повода. Наши сторонники просто будут идти по тротуарам, как обычные пешеходы, но будут идти с голубыми шарами, синими шарфами, синими флагами, флажками, различными знаменами. Это синий цвет символизирует цвет нашего государства, символ в виде нашего знамени голубого. Поэтому мы фактически этим шествием не даем возможность обвинить полицию, что якобы произошло какое-то нарушение общественного порядка. Более того, именно действия полиции, незаконные, если они будут препятствовать обычному прохождению пешеходов по тротуарам, будут квалифицироваться как незаконными. Вчера мы проводили в чате активист Телеграм объяснение, что в этом случае, если полиция будет нарушать закон, то необходимо организовывать массовые жалобы. Конечно, многие из вас будут говорить, что эти жалобы бесполезны. На самом деле это не так. Когда жалобы будут массовыми, когда это будет оформляться с соответствующими показаниями, видео, то судьям будет очень сложно квалифицировать, что якобы это нарушение не произошло. Более того, 14 марта вышла резолюция Европейского парламента и там же на заседании, на слушании по нарушению прав человека со стороны Казахстана европейские депутаты озвучили, в частности, Анна Гомыш, это депутат Европейского парламента, она сказала, что известно 22 марта в Казахстане демократический выбор организовывает митинги. Поэтому информация о том, что 22 марта в Казахстане пройдут митинги известна депутатам Европейского парламента. Я вчера говорил, что Казахстан подписал огромное количество международных соглашений, в частности, соглашений европейским сообществам и обязалась их исполнять. И выход людей на митинг, свободное волеизъявление, свобода средств массовой информации, возможность заниматься свободно-политической деятельностью, это безусловное право граждан Казахстана, которое оформлено в виде соглашения между Казахстаном и европейским сообществом. А как известно, в нашей Конституции написано, что международные договора по своему статусу стоят выше, чем внутренние договора. И Казахстан обязан их это исполнять. Поэтому, если у вас будут какие-то проблемы, ну, мы знаем, что обычно полиция без объяснения причин задерживает, держит в полиции участки 3 часа, затем без составления протокола, без каких-либо претензий отпускает, таким образом пытаясь нейтрализовать давление, которое будет организовывать наши сторонники на митингах. Вчера мы видели, как женщины в Астане довольно серьезное большое количество требовали внимания со стороны правительства, требовали выплаты пособий. И мы видим, что власть вынуждена их слушать, власть вынуждена разворачиваться, власть прекрасно понимает, что социальный градус достиг высокого напряжения. И поэтому, если мы изучим международный пример, мы можем твердо сказать, именно выход нас на митинги является тем самым инструментом для достижения своих целей, своих требований. Другого нет. Если мы будем молчать, если мы не будем реагировать, если мы будем ждать, что это правительство что-либо решит, она ничего не будет решать, эта верхушка также будет зарабатывать, красть свои миллиарды из бюджета страны, а вы будете молча взирать. Матери вышли недавно на акции протеста, Назарбаев закрутился, как юла, сразу раздал кучу поручений, объявил, что деньги будут выделяться из национального фонда, правительство сменил. Видите, можно добиваться. Ничего невозможно добиваться, если вы будете молчать. Поэтому я призываю в очередной раз выйти на митинг 22 марта. Митинг 27 марта был успешный. Да, кто-то скажет, не было десятков тысяч, но даже то количество митингующих, которое появилось у офисов партии Нур-Атан, уже добилось результата. Я уверен, что если 22 марта наши сторонники выйдут и потребуют выполнить наши условия, то правительство начнет двигаться. Шаг за шагом наши требования будут удовлетворяться. Хотел бы напомнить, какие наши требования. Во-первых, материнский пакет требований. Материнский пакет требований заключается в том, что мы требуем, чтобы детям платились материнские пособия до 7 лет в размере 21 тысяч тенге на каждого ребенка. Не 10 тысяч тенге на всех детей, если у вас пятеро, четверо или там шестеро детей, а на каждого ребенка 21 тысяч тенге. Это первое. Второе. Мы требуем, чтобы дети первого, четвертого класса во всех регионах страны, не в отдельных городах и не в отдельных регионах, обеспечились бесплатным питанием на период обучения в школе обеденным питанием. Третье. Мы требуем, чтобы студенты были обеспечены стипендией в размере 50 тысяч тенге. Это средство, необходимое для проживания в период, когда наши дети обучаются в высших учебных заведениях и среднеспециальных учебных заведениях. И четвертое, очень важное требование. Мы требуем, чтобы в государственных учреждениях среднеспециальных и высших образования было бесплатным. И я приводил очень много примеров, когда в ведущих странах Европы образование высшее и среднеспециальное бесплатное. И если эти страны, так называемые капиталистические, это делают, почему не можем сделать это мы? Почему наше государство это не может сделать? Я уже приводил множество примеров, когда средств в стране достаточно. Десятки миллиардов долларов утекает мимо бюджета страны. И источники пополнения бюджета я показываю в каждом своем выступлении. Собственно, сегодня в прямом эфире я тоже показал, как Назарбаев только буквально тремя телодвижениями увел из бюджета страны порядка 10 миллиардов долларов США. И также я показываю, что все экспортные предприятия страны без проблем могут платить нашим людям по 500 тысяч тенге в месяц. Без проблем. А в реальности они должны платить около миллиона тенге. поэтому денег в стране достаточно. И одно из требований материнского пакета является бесплатное медицинское обслуживание всех, не только многодетных матерей, всех. и это первое наше требование на митинги. Второе требование это кредитная амнистия. Кредитная амнистия она предполагает списание всех потребительских кредитов нашего населения и ипотечных займов тех активов или того имущества квартир на сумму до 30 миллионов тенге. на все эти программы уйдет порядка 12 миллиардов долларов в США, что для нашей страны является незначительной суммой. Я приводил в качестве примера, когда вот сейчас принято в Азербайджане решение, которое добывает нефти в 2,5 раза меньше, чем Казахстан, списать кредиты более чем 800 тысяч человек. Перед Новым годом произошло списание кредитов Грузии для 650 тысяч человек. Поэтому все, что мы предлагаем и озвучиваем это абсолютно реальные требования. Требования реальные справедливости справедливые, потому что наши предприятия, которые находятся под контролем Нурсултана Назарбаева, якобы частные, они недоплачивают нашим работникам. Наши работники недополучают справедливую заработную плату из бюджетных ресурсов, я имею ввиду врачи, учителя и другие наши госслужащие, потому что Нурсултан Назарбаев со своим окружением крадет десятки миллиард долларов на финансирование своих банков. И эти средства необходимо направить именно нашему населению. И вот такого рода действия, как списание потребительских кредитов и потечных займов, это по сути дела первый акт справедливости, который коснется населения численностью около 10 миллионов человек, практически все население страны. Это второе наше требование. Третье наше требование мы озвучивали, требовали освободить Сережана Беляша, правозащитника, который занимался проблемой защиты наших соотечественников Китая, которые находятся в концентрационных лагерях. недавно на прошлой неделе он был захвачен Комитетом национальной безопасности, сейчас находится в неизвестном месте, до этого его прятали на конспиративной квартире и мы требуем его освобождения. Также четвертое наше требование это дать политическое убежище Сайрагуль Саутбай нашей соотечественнице, которые наши власти хотят депортировать Китай, где она будет по сути дела арестована и как минимум посажена в тюрьму и как человеку якобы носительности государственных секретов на самом деле ей грозит смертная казнь, потому что она была переводчицей в этих концентрационных лагерях где содержались мусульмане, уйгуры, казахи, кыргызы и она бежала в Казахстан и никак не может получить политическое убежище в нашей стране, хотя ее семья находится внутри страны. Уважаемые сограждане, я хочу сказать, что мы сможем добиться перемен мирно, без всяких войн, без всяких баррикад, так же, как этого добились армяне в прошлом году, когда десятки тысяч человек, около 300 тысяч человек вышли по всей стране, из них 150 тысяч человек вышло в Ереване, таким образом произошла мирная смена власти, в Алжире вышло около миллиона человек, и они тоже добились успеха, нынешний президент Бутафлик объявил, что он не идет на новые выборы, и все последние события в нашей стране показывают, что так произойдет и в Казахстане. Именно поэтому я призываю вас 22 марта в 11 часов дня по местному времени прийти в те места, которые мы обозначили, пройти по тем улицам, провести шествие, а затем присоединиться на митинги и сказать свое нет, свои требования на султану Назарбаеву. 22 марта в 11 часов дня по местному времени все на митинг на общенациональный митинг всего Казахстана. Алга, Казахстан!